В Тверской области с 1 июля этого года родители, воспитывающие детей с 16-17 лет, а также молодые люди, достигшие 18-летнего возраста включительно, могут получить единовременную денежную выплату. Соответствующая мера поддержки в условиях пандемии коронавируса была введена по инициативе главы региона Игоря Рудени. Сумма выплат уже известна. Для многодетных семей пособие составит 5000 рублей, для остальных – 3000. О том, что нужно сделать, чтобы получить эти деньги, в нашем следующем сюжете. Поддержка семьи в условиях сложной эпидемиологической ситуации, улучшение демографической обстановки – все это является приоритетами работы как областного, так и федерального правительства. Об этом в ходе общения с семьями в Верхневолжье, приуроченном ко дню защиты детей, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Мы очень рассчитываем на то, что все, что сегодня делается нашим президентом, правительственной федерации, руководством области, все-таки скажется позитивно на демографии нашего региона. Получить финансовую поддержку может один из родителей или законный представитель на детей, которые родились в период со 2 июля 2002 года по 10 мая 2004-го включительно. А также самостоятельно 18-летний гражданин, в том числе оставшийся без попечения родителей, если он родился в период с 1 января по 1 июля 2002 года включительно. Ответим, что на выплату могут рассчитывать только граждане Российской Федерации, зарегистрированные и проживающие на территории Тверской области не менее 5 лет. Сумма выплат варьируется в зависимости от состава семьи. 3000 рублей выплачивается на каждого ребенка из семьи, воспитывающего одного или двух детей, в том числе из семьи опекуна, а также на гражданина, достигшего 18-летнего возраста. 5000 рублей на каждого ребенка из многодетной семьи, а также на гражданина, достигшего 18-летнего возраста. Как пояснили в Министерстве социальной защиты населения Тверской области, подать документы для получения региональных выплат можно вплоть до 1 октября. В пакет необходимых бумаг должны входить заявления о назначении единовременной денежной выплаты на ребенка или детей, копия паспорта гражданина РФ, либо другого документа, удостоверяющего личность, копия паспорта ребенка, а также копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя или законного представителя в случае, если заявление подается родителям или опекуном. Отметим, что документы можно подать как через Центр социальной защиты населения, так и через любой филиал МФЦ. На оформление и проверку документов предусмотрена одна неделя. В итоге принимается решение о назначении единовременной выплаты. В случае положительного решения заявителю в течение рабочего дня поступят сообщения по телефону или через единый портал в электронном виде. Единовременная выплата производится в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения. Добавим, что на сегодняшний день в нашем регионе можно оформить сразу несколько мер государственной поддержки. Так, с 1 июня началось перечисление новой ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет. Ее размер 5700 рублей на ребенка. Кроме того, семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно получат единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.